Друзья, всем привет! Сегодня 7 октября и речь в этом видеоролике пойдет на такую тему, как покупка автомобиля на вторичном рынке. Многие из нас смотрят на вторичку, кто-то покупает строго новый автомобиль, и другие ему говорят, ага, купил новую тачку, выехала из салона, минус 20% в цене. Другие покупают новые автомобили, да еще и в кредит. А есть люди, которые всегда говорят, я лучше выйду на вторичку и посмотрюсь. Я впервые в жизни покупал автомобиль на вторичке, вот она, Camry 50-й кузов V6 2013 года. В описании к этому видеоролику я оставляю ранее снятый ролик на нее, где я рассказал, показал, что я купил. Читаю комментарии, естественно, есть люди, которые говорят, все классно, все круто, другие люди не понимают, зачем я вообще это сделал. Напомню кратенько. С 2015 года я катался на новую Mazda 6 и вел про нее дневник. Этим летом я надумал продавать автомобиль. И сначала я начал смотреть на BMW, думаю, ну продам Mazda, добавлю денег, куплю себе BMW 320 X-Drive. Но при этом у меня есть два активных кредита, про которые тоже не стоит забывать, и здравый смысл внутри меня говорит, какой нахрен BMW, тебе там одному лям ты должен, другому лям ты должен, но уже чуть-чуть меньше, поэтому лучше отбивайте кредиты. Ко мне пришла одна серьезная организация, которая занимается газобаллонным оборудованием. И они говорят, слушай, нам нужно помочь, нам нужно снять серию роликов, показать на своем примере, что такое газ. И тема ГБО на самом деле очень актуальна, несмотря на то, что сейчас цены на газ растут вверх. Что мы сделали? Продали Mazda 6 и отправились на вторичный рынок для того, чтобы найти подходящий для этих серий роликов автомобиль. Я купил автомобиль за 1 миллион рублей. Вот многие скажут, вот ты за ляму его купил, да тебе окинули, ей цена там 700 тысяч рублей. Друзья, все по порядку расскажу, но поймите, одно блондин-то он не дурак, но он не вот такой уже, все. Я заехал к одному из официальных дилеров Mazda, говорю, оцените мне ее в трейд-ин с учетом того, что в багажнике уже стоит оборудование газовое за 50 тысяч рублей. Как вы думаете, какую цену они мне назвали? 850 тысяч рублей раз. При этом дополнительная скидка на автомобиль, на следующий, 95 тысяч рублей. То есть 945 тысяч рублей, с учетом того, что и через год она плюс-минус будет стоить также. То есть, ну 900-950 тысяч я за нее получу через год. Мой выбор пал на Toyota Camry. Почему именно Camry? Ликвидный автомобиль, собственно, марка, распиаренная, все равно на нее смотрят. Я мог купить любой другой автомобиль с двигателем V6, там, Tiano, можно было взять Honda Accord, но понимаете, эти автомобили гораздо сложнее продать. Да и, в общем-то, они не так интересны, не так востребованы на нашем рынке, как Camry. После чего я также обращался за помощью к Ильдару Автоподбору. Он мне выделил человека, который со мной приезжал, смотрел машины. Значит, сразу хочу сказать, ребята, там адекватно, не надо на них гнать и говорить, вот этот шлак, она как бы битая частично машина. Тебе посоветовали ребята от Ильдара? Нет, конечно. Александр от Ильдара, который советовал мне подождать, не торопиться с выбором, мол, куда ты спешишь, давай сейчас подождем недельку-две, может вылетит хороший вариант. И мы первыми приедем, посмотрим его и заберем. Ну, зная то, что творится на вторичном рынке, я понимал одно, что я буду выбирать, ну, плюс-минус, там, более-менее живой автомобиль из всего того, что есть. Вот эта машина с хорошей ходовкой, то есть ничего здесь делать больше не нужно. Я поменял всего лишь два сайлентблока. 600 рублей один, 600 рублей второй. За работу я там отдал порядка пяти тысяч рублей. Рычаги разбирать, ну, в общем, не вдаемся в подробности. Заменить масло в коробке, заменить масло в двигателе, все, вся работа, фильтра я уже тоже все поменял. Поэтому я на машине езжу, она заводится, то есть все не троит, работает. И это самое главное. Я с вами согласен полностью, что есть огромное подозрение, что на этом автомобиле крученный пробег. Но, ребята, крученные пробеги практически на всех автомобилях, которые сейчас есть на вторичке вот этих вот годов. Вот давайте с вами присядем в автомобиль, и я вам просто детально и последовательно расскажу, с чем я столкнулся на своем примере. Этот видеоролик будет полезен всем тем, кто посмаривает на вторичку, кто надеется о том, что вот сейчас он забьет в параметрах на вторую желаемую машинку, увидит самую низкую цену, приедет и там вот ждут его с растертыми объятиями, живая, от первого владельца, не битая, не крашенная, один человек по ПТС. В общем, рассказать есть что, поэтому пойдемте сядем, так сказать, в кабинет, и я вам все буду пересказывать, показывать. Мы в нашем кабинете импровизированном. Друзья, прежде чем мы начнем, я вам хочу посоветовать одно. Не сейте никогда нигде негатив, но старайтесь более позитивно смотреть на вещи. Поймите одно то, что вот не надо во всем постоянно, вот это плохо, это зачем, купил себе Camry шаг назад. В жизни иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Сами все прекрасно знаете, поговорки, это все замечательно. Мы берем компьютер, я вам сейчас буду показывать простые вещи. Ну смотрите, начнем мы с того, что как начинается поиск на вторичке. Любой из нас либо продает автомобиль, либо уже знает, что вот человек готов его купить в любой момент. Запрыгивает на автору, либо авито авто, кому где удобнее. Забивает параметры желаемого автомобиля, как это было в моем случае Toyota Camry, двигатель от трех с половиной литров, соответственно, практически топовые версии попадаются. И 50-й кузов. Почему именно 50-й кузов? Конечно, и естественно, я даже сказал, я смотрел изначально 55-й кузов. Там ценники начинаются от миллион двести, и это, как обычно, самое фиговое предложение. Более-менее живое предложение – это полтора миллиона рублей. А полтора миллиона рублей – это что такое? В любом случае, там такая же коробка, которая может нагнуться. Я, купив этот автомобиль, сразу отложил на всякий случай, так сказать, 150 тысяч рублей. Там бы тоже нужно было бы на всякий случай отложить тысяч сто хотя бы на коробку. Ну мало ли, всякое бывает. После того, как я понял, что на нее мне по бюджету денег просто-напросто не хватает, я начал смотреть 50-й кузов. 50-й кузов начал выпускаться у нас в России, продаваться с 2011 года. Вот этот 2011-12 год такой, скажем так, переходный, что можно найти даже автомобиль непосредственно японского производства. Но это очень большие пробеги. Вот мы заходим с вами на автору и начинаем смотреть. Самая низкая цена на сегодняшний день – 840 тысяч рублей. Вот этот автомобиль сейчас опубликован якобы от 16 сентября. Хотя этот автомобиль продавался еще и в августе месяце. Как вы знаете и многие вам скажут, что все автомобили, которые продаются более месяц, даже более двух недель – это уже вопрос. Либо завышена цена и все пытаются торговаться, либо же автомобиль в непонятном состоянии. Что может быть самое страшное? Первое – это, конечно же, куча ДТП по автомобилю и сильных ДТП. Второе – это то, что автомобиль криминальный. Возможно, был он выугнанный. Возможно, на нем наложен залог, арест может быть на регистрационные действия. В общем, такие неприятные вещи, когда вы стоя с человека можете подписать договор купли-продажи, забрать у него автомобиль, отдать ему деньги, приехать в ГАИ, поставить его на учет, а через месяц, два-три к вам придут какие-нибудь судебные приставы и скажут о том, что ваш автомобиль числится, например, на него наложен арест. То есть он был в залоге, банк, санкции и так далее. И вам придется либо долг выплачивать, либо, в общем, решать эту ситуацию. Эта ситуация неприятная. Опять-таки, бывают дубликаты ПТС, когда, например, там уже более четырех-пяти владельцев. И все это, как правило, вот топ-10 вот этих вот самых низких предложений. За миллион, ой, за 889 тысяч, за 890 тысяч. Есть автомобили с пробегами, которые уже там, они только пишут, что 210 тысяч. Везде можно крутануть. Что такое Toyota Camry? Здесь крутануть пробег, это вот так. То есть вот один блок, скрутил, все. И ты не поймешь, в каком он состоянии. То есть нужно детально смотреть все детали по интерьеру, по износу автомобиля, чтобы понять, что плюс-минус этот пробег честный, либо же нечестный. Вы сами прекрасно знаете, что такое трасса. Вот, пожиратель трассы. Ты выехал на этом автомобиле, катаешься из области в Москву, из области в Москву. Если ездить 120-130, какой там износ будет? Но кто это заметит? Понятное дело, если там гонятся по полям, вы понимаете. Что обмануть здесь очень легко. Значит, что дает нам автору? Когда мы просматриваем автомобиль, некоторые сразу помечены, что, например, вин проверен, там плюс-минус нормально. Некоторые автомобили пишут, что вин не соответствует заявленному. То есть продавец уже умышленно что-то там пытается крутить, вертеть. Некоторые автомобили сразу отображаются, что залоговые. Как вы знаете, спонсором нашего канала является автокод. И, соответственно, я пользовался только их услугами. И вот, я вам давайте начнем с простого примера. Я вам открываю 55-й кузов. Я же сначала на них смотрел. Находим такое интересное объявление, когда 2016 год и заявленный пробег 28 тысяч километров. И он вроде бы как подтвержден. Нажимаем с левой стороны пробеги, опускаемся вниз. И что мы видим? Вот смотрите, дата фиксации 6 сентября 2018 года из диагностической карты. Автомобиль еще на гарантии. А человек почему-то за три дня до продажи съездил, сделал себе еще раз ТО. То есть диагностическую карту. Я могу только подозревать, что это было сделано для того, чтобы вот в таких программах отображался пробег 26 тысяч 800 километров. Я находил это объявление. Стоит автомобиль, фотографии все сделаны так, что только все круто. То есть вот сиденье, знаешь, где проблемные места, заломы, там не сфотографировано. Но был момент, где вырулено колесо, да, так вот влево. И видно резину. Ее приближаешь, и ты видишь то, что 26 тысяч 800, а резина с износом примерно 80-85 процентов. То есть она практически лысая. Вы сами понимаете, что даже самая дешевая резина, но с таким износом быть этого не может. То есть здесь что-то нечисто. И машина висит очень долго, хотя казалось бы и ценник там был привлекательный. Тем не менее автомобиль не покупается. Вот на это обращайте внимание. Диагностической карты очень часто их делают для того, чтобы пытаться обманывать пробегом. Дальше идем. Значит, например, Toyota Camry 2012 года. По описаниям, как обычно, везде все пишут, все отлично, все прекрасно. Звонишь, говоришь, назовите, пожалуйста, госномер автомобиля. Вот чем удобно было пользоваться автокодом? Ну согласитесь, даже здесь не для рекламы. Вот, например, звоните, говорите, а продиктуете вин? Некоторые что делают? Называют тебе этот вин. Другие же могут назвать от другого автомобиля. То есть это все равно обманом везде присутствует. Там недопонимания могут происходить. А назвать госномер автомобиля А576 ТО 3 7. Пожалуйста. Ты сел, забил, посмотрел. Это удобно. И что мы видим? Раз. Расчет ремонтных работ. Нажимаем расчет ремонтных работ. И мы уже можем смотреть и читать, что было и делать анализ. Сильно это был ремонт или же не сильно. То, что огромный список, вы должны понимать. Это не означает, что это прям может быть прям сильное мясо. Когда что-то меняют, вот одну дверь даже поменяют. А наши накладки снять, это поставить. То есть, казалось бы, дверь сняли, поставили. Но списочек будет вот такой. Но в любом случае, вот, вы можете читать и понимать, что, ага, что происходило с автомобилем. Мы же с вами рассчитываем на то, что вот-вот мы сейчас найдем единственного владельца. Мы найдем автомобиль без ДТП. И у нас все с вами будет хорошо. Что мы поедем, нас встречают. Честный пробег. Опять же, честный пробег. Последний пробег, например, пишут 72 тысячи километров. 2012 год. Машине получается 6, там уже седьмой год идет. Но может быть такое, что за семь лет на Камре 72 тысячи пробег. Теоретически, да, может. Но мне кажется, что здесь в любом случае пробег не совсем честный. Продолжаем идти, смотрим дальше другие объявления. И вот такое плюс-минус везде попадает, что пишут в объявлениях, все честно, все классно. Заходишь в ДТП, заходишь в пробеги, пытаются указывать ниже. Я находил даже ситуацию, когда, например, человек, я ему звоню, а по голосу, вот вы не поверите, все, естественно, все классные ребята, все адекватные были, типа, да нет, вы что, например, юрлицо. Первый владелец юрлицо. Многих это начинает смущать. Ага, извоз, так все еще что-то. Начинаем общаться. История такая, что якобы автомобиль раньше был в другом регионе. Крупная компания. Автомобиль был куплен для одного из директоров. Его возили с водителем, после чего решили продать автомобиль. И он, вот работая в этой компании, знает, что машина пропродается. Решил ее забрать в себе, потому что все это были у официального дилера. В общем, машина живая, честная. Окей, я говорю, назовите ваш номер. И по описаниям, знаешь, машинка интересная тоже, с дополнительной шумоизоляцией, с дополнительной сигнализацией. Думаешь, ну, блин, а что нет-то, купишь автомобиль, он уже такой, знаешь, в хорошем состоянии. Общаясь с человеком, он говорит, ну, уже приезжали ребята, смотрели. Приезжал маляр, смотрел, все классно. Говорит, что, они договорились на вторник продавать. Я ему звоню в пятницу. Говорю, ну, можете на всякий случай вот машинке номер назвать, всякое бывает, вдруг у вас ее не купят. Да, конечно, называют госномер автомобиля. Захожу опять-таки на сайт автокода и вижу, что машина участвовала в ДТП. А он об этом как бы даже не знает. Может быть такое, что он об этом не знает. Да, может, с учетом того, что человек живет в Москве, а она раньше там ездила в другом регионе. Тем не менее, вот вам факт налицо, что люди приехали, подборщики тоже какие-то там посмотрели, все классно, не заметили ничего. Почему не пользуются тоже другими сторонними сервисами? Таких сервисов сейчас очень много. Просто автокод реально очень удобный, потому что можно все смотреть по госномеру автомобиля. Это повторяю, как бы я понимаю, что вы сейчас скажете, все, реклама, реклама, окей, пусть будет так. Но факт вот такой. А тем временем у нас ценник вот с 840 уже подходит 950, миллион мы уже подкрадываемся. Находим автомобиль, цена миллион тридцать. Ну, что такое миллион тридцать? Как правило, я всегда понимаю, что тридцатка, знаешь, из серии торг у капота, приезжайте, смотрите. Описание 80 тысяч км, там все классно, три владельца ПТС, то есть есть четвертое место свободное. Звоню, я говорю, здравствуйте, вот машинка, она, знаешь, ночью вылетает, ее опубликовали ночью, утром я уже звоню, потому что я уже понимал, что, блин, это жестко, нужно прям вот что-то свежее сразу хватает звонить. Звоню, человек отвечает, ваша машина? Да, моя, вот ездил, там два владельца были, катаюсь по Москве, родилась дочь, сейчас нужно машину побольше, в общем, поэтому и продаем. Ну, вы сами знаете, кабри не для гонок, я не гонялся, и, в общем, все то, что я хочу услышать. Я говорю, окей, звоню Саньку от Эльдара, говорю, Сань, вот такая-то машинка выпала, съезди, посмотри. Саня приезжает, и что делает любой нормальный подборщик, первым делом смотрит документы. По документам получается, что собственник машины одно лицо, стоит совсем другое лицо, даже не то, с кем я разговаривал, то есть уже третий человек появляется. Ну, мы, если что, там все поможем, мы там все по-честному, нам дали десяточку, то есть человек прямо говорит, что я вот помогаю продать, то есть перекупами таких людей называют. Смотрим по тех части состояния, хорошее, ну, 80 тысяч пробег. Там машина одно время жила на Кавказе, одно время она жила в Москве, одно время она жила в Белоруссии, то есть три владельца в разных местах покаталась, 80 тысяч пробег, ну, может такое быть? Даже Саня говорит, что здесь по состоянию, ну, блин, ну, 120 это минимум. То есть машинка, скорее всего, скручена, не то, что скорее всего, а все факты налицо, что она кручена. Опять же, утверждать 100% нельзя, то есть нужно сделать такую полную диагностику, делать прямо по фактам, разложить, сказать, вот здесь, вот здесь, вот здесь показатели. И самое главное, что люди предлагают продать автомобиль, например, по гендоверенности. С точки зрения закона это сделать можно. Самое страшное, купить автомобиль просто по доверенности, когда вам приехали, сказали, да, вот там написали, бери, отдал денег непонятно кому, у тебя вроде бы как есть договор, а через месяц собственник машины подает на угон и бегай и ищи того, кто тебе говорил, да все нормально, я помогаю и так далее. Гендоверенность они сделали, но все равно здесь я тупо саканул, думаю, блин, ну нахрен, вот такой автомобиль искать, какую-то непонятную историю, опять же, я четвертый владелец ППТС, дальше будет уже дубликат, нафиг, откидываем его в сторону. И таким образом на момент поиска автомобиля было 38 объявлений. И что вы думаете, из этих 38 объявлений честные сели, когда там один или два владельца, там 230 тысяч пробег, и он не крученый, все, пожалуйста, приезжайте, смотрите, такие были машины. Но они уже в затертом состоянии, вот прям сильно, то есть смотришь, они уже, ну не то. Но вот так вот найти, понимаешь, за все это время честного владельца, который вышел такой, и говорит тебе, вот моя машинка, там с желаемой ценой там 950, миллион рублей, и она в хорошем состоянии, ну нереально. Я понимал, что мне автомобиль нужен под проектом, мне нужен на год, для меня важно, чтобы коробка, двигатель, подвеска, чтобы она была живая, чтобы я мог год откататься. Я принял решение, что нужно выбрать вот из всего этого шлака, скажем так, плюс-минус что-то более-менее нормальное. И то, что я купил, я ни в коем случае не пытаюсь оправдывать свой выбор. Я купил, как бы меня устраивает вариант, потому что у меня два владельца, я буду третий, я третий иду, и потом для кого-то там будет четвертое место свободное, пожалуй, человек заберет ее. По тех части посмотрели, машина хорошая. Два независимых сервиса уже сказали то, что, блин, да нормальная тачка, у меня масло в коробке в двигателе, катайся. Какие-то вопросы есть, никаких вопросов нету. Поэтому, когда вы отправляетесь на вторичку, друзья, не стоит верить никому по телефону, не стоит надеяться на то, что вот вам повезет, и вы купите машину топ из топ-5 с низких цен. Многие из вас периодически, вот даже я когда искал, присылали мне объявление, скидывали, вот, посмотри, там посмотри, здесь посмотри. По объявлениям все это вот, часанина. Как минимум, хотя бы нужно посмотреть состояние, опять же, через те же самые сервисы. Если поехать, смотреть автомобиль вживую, может быть такое, что он был битый. Где-то там, куда-то, где-то столкнулись, да, решили на месте, не стали вызывать гаишников, сделали в гаражах. Вот он стоит со стороны курит и просто и молчит, там, знаешь, волнуется. А заметишь ли ты там еще какое-то ДТП, о котором он не сказал, нигде оно не отображается, но оно есть. Вы должны понимать, одно дело искать одна-двуходовалую машину из-под первого владельца, когда ты не торопишься, сидишь спокойно, чаек там попиваешь на протяжении месяца, оп, вылетела машина, ты приехала, посмотрел, все честно, все честно забрал. А другое дело, как ищешь четырех, пяти, шести, семилетний автомобиль. Это совсем другие истории, а по два, по три владельца уже в автомобиле. Вот за все время, что я искал, ни одного автомобиля просто не вылетело из серии, что первый владелец и единственный продает. Уже второй, третий продает автомобиль. Поэтому здесь важно понимать, что найти ее идеальную, это тупо нереально. И кто бы что ни говорил, вот я там сидел, искал, друг у меня нашел. Друзья, такое бывает, это редкий случай, это чудо-везение. Поэтому мой вам совет, когда вы отправляетесь на вторичку, не делайте поспешных выводов, не делайте поспешных покупок. Смотрите автомобиль, проверяйте, взвесьте, подумайте. Если вас начинают там трепать по телефону, говорить, мол, покупайте сейчас, оставляйте задаток, либо вот едут другие люди смотреть, пусть смотрят. Если купят другие, значит был не ваш автомобиль. В тот же самый момент позволяет себе делать паузу и серию. Но я подумал, в течение недельки, никто вас ждать не будет. Когда автомобиль ликвидный, приехал, посмотрел, нравится, забирай. Самое главное, понять, вот почувствовать, лежит у тебя к нему душа, вот стоит его брать или нет. Так было в моем случае, то есть я ни в коем случае не переживаю за этот автомобиль. Соточка, 150, отложен на ремонт на всякий случай. Машина заводится, ездит. Самое страшное, это нарваться на автомобиле угнанное. На автомобиле, который числится в залогах. На автомобиле, который после сильных ДТП, а выявить вам это не удалось. В общем, все вот эти неприятные ситуации, когда вы не сможете автомобиль толком и продать, он у вас будет сыпаться, с ним будут происходить невиданные вещи, какие-то неприятности, а вы будете в очень расстроенном состоянии. Но все это происходит после того, когда вы сами изначально пытаетесь поверить в чудо и найти автомобиль по наиболее низкой цене с привлекательными цифрами. Вот простой вам пример напоследок. Вот у меня друг продавал автомобиль с честным пробегом 180 тысяч километров. Никто не хотел этот пробег покупать. Стоило ему все-таки податься соблазну и скрутить автомобиль до 92 тысяч, как тут же начали все звонить, начали приезжать, смотреть и в итоге забрали этот автомобиль. О чем это говорит? О том, что мы все до сих пор пытаемся поверить, что есть чудо, где вот стоит автомобильчик и ждет нас с вами. Друзья, подводя итог к этому видео, вот автомобиль, мы его купили. В ближайших видеороликах мы начнем ставить на него газ и будем продолжать снимать все разные темы. Обзоры на автомобили, будем снимать интересные истории, будем показывать вам продолжать истории с кредитами, как обманывают людей автосалоны, будем проверять различные программы от тех же самых автосалонов и банков. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. И вы можете еще до выхода видеоролика обсудить их, либо же посоветовать про что-то в видеоролике рассказать. У меня на этом пока что все. Вторичка это ад, но для меня этот ад закончился. Имею автомобиль, ездит, радует, что-то сломается, вы узнаете об этом первыми. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока-пока. Продолжение следует...